Всем здарова, богатейший Ди на связи! Очень важную роль принятия криптовалют сыграет стабильность их курсов. Ведь если стоимость криптовалюты демонстрирует невозможные и непредсказуемые колебания, то использовать ее в качестве средства для платежей несколько сомнительно. Поэтому с недавних пор появилась тенденция создавать так званные стабильные монеты, которые еще называют стейблкоинс. Разные проекты действуют по-своему, чтобы достичь стабильной цены. Давайте в этом видео разберемся, что это такое, как это работает и чем это грозит. Прежде всего нужно понимать, что стейблкоины это криптовалюты с абсолютно другой логикой. Если ранее мы считали криптовалюту активом, фундаментально запрограммированным на увеличение его стоимости, то стейблкоин преследует цель быть самым стабильным инструментом. А это очень похоже на традиционную валюту. На протяжении истории мы уже успели убедиться, что многие фиатные валюты рухнули. И поэтому меня очень беспокоит мысль, что если что-то изо всех сил натягивается, сопротивляясь движениям рынка, это может быстро лопнуть, как резинка. По этой причине, если стейблкоин падет, то снова вернуть доверие пользователей к такому проекту практически невозможно. В основном принцип работы стейблкоина заключается в анализе рынка и коррекции своей денежной миссии. Если вдруг на рынке увеличивается спрос на конкретный стейблкоин, то проект печатает больше монет и цена не взлетает. Если же наоборот, то сжигает. Таким образом поддерживается стабильная цена на монету. Говоря о стейблкоинах, которые напоминают фиатные деньги, на ум сразу же приходит тезер. Это наиболее успешный и известный на сегодняшний день проект, который практически пересадил национальную фиатную валюту на блокчейн. Но этот проект окружен различными слухами и сплетнями. Как нас убеждают, каждый тезер обеспечен одним долларом США, что находится на счету компании. То есть, когда вы передаете один доллар в тезер, они имитируют один USDT и отправляют вам. И наоборот, когда вы передаете им один тезер, они высылают вам один доллар США. Вот только нет никаких доказательств, что такая долларовая поддержка у компании действительно существует. К тому же в свое время появлялись подозрения о связи тезер с Bitfinex. Подозрения появились из-за вот этого падения курса. Компания никак не прокомментировала эти слухи, а чуть позже связь между тезером и Bitfinex была подтверждена. Это показало то, что у тезер есть привычка скрывать важные факты. Также недоверие вызывает централизованность проекта. Компания может управлять основными процессами и печатать свои новые фантики. Если же открыть условия пользования USDT, можно найти информацию о том, что резидентам США запрещено использовать и хранить тезер. А это тоже наталкивает на мысли, что с ним нужно быть аккуратнее и хранить в нем только те деньги, которые не страшно потерять. Еще один стейблкоин носит название DAI. А что ему дать? Я не знаю, может вы знаете. DAI неразрывно связан с другим проектом, что носит название Maker. Ведь именно в рамках проекта Maker он и был создан. А вот Maker был создан на платформе эфира. Ну и матрешка получилось же. DAI увидел свет в конце 2017-го, а его курс привязан к доллару один к одному. В отличие от тезера, который, как говорят компании, обеспечен активами на счетах в банках, что находятся вне блокчейна, DAI более прозрачен, так как живет на блокчейне эфириума. Поэтому и сомнений никаких ни у кого не возникает, как в случае с тезер, ведь каждый может проследить всю необходимую информацию в блокчейне. Но и здесь все не так хорошо, как кажется. DAI создается и сжигается самими пользователями. Чтобы создать DAI, вы должны создать залоговую позицию. Это значит, что вы отправляете определенное количество эфириума на адрес смарт-контракта. А чтобы сжечь DAI, вы должны вернуть его обратно, получив свои эфиры назад, но при этом оплатив комиссию за стабильность. При этом у вашей позиции есть еще и риски быть закрыты принудительно. В общем-то, для новичков и людей, которые вообще не разбираются в блокчейне эфира, это все достаточно сложно. К тому же, существуя в таком виде, DAI автоматически берет на себя все риски самого эфира. Поэтому заявленная стабильность DAI кажется мне какой-то иллюзорной и очень хрупкой. Еще одна стабильная валюта BitUSD. Эта валюта подается как актив BitAsset на платформе BitShares. Но на самом деле, ее курс не такой уж и стойкий, как у тезера или DAI. Амплитуда движения курса имеет размах от 75 центов до полутора долларов за один BitUSD. По моему мнению, это не совсем то, что должен делать стейблкоин. Но факт того, что он сумел выжить после падения до 75 центов, при этом позиционируя себя равным 1 доллару, достаточно впечатляет. Что отличает BitUSD от тезера, это то, что этот актив не поддерживается реальным долларом на банковском счету. Вместо этого BitUSD поддерживается токеном BitShares, который служит залогом за пользование BitUSD. И это, по моему мнению, тоже плохо. Потому что, что же это за стабильная криптовалюта, что всецело зависит от другой. Стабильность иллюзорна. Последний стейблкоин на сегодня это Nubits. И это как раз таки пример лопнувшей резинки, о которой я говорил в начале видео. Nubits достаточно уверенно, как и было заявлено, держался на уровнях приблизительно 1 доллар за монету. Пока вдруг в июне 16 года не провалился до 95 центов. А далее от падения до 16 центов его ничего не спасло. После такой сдачи позиций цена стабильной криптовалюты была уже далеко не такой стабильной, как хотелось бы. А сейчас она вообще обвалилась до 10 центов. Вот тебе и стейблкоин. Учитывая такую ситуацию, мы делаем вывод, что инвесторы, которые заинтересованы в стабильных монетах, как в безопасном способе переждать негативные рыночные тенденции, могут легко их распродать, как только рынок начнет жестко и быстро расти. А это приводит к тому, что случилось с Nubits, обреченным на дампы. Что привели к снижению цены, а также и к снижению доверия к проекту, которое очень трудно вернуть. Может ли это случиться и с другими существующими стейблкоинами? Еще как может. Возможно, однажды появится стейблкоин, который выполнит все поставленные задачи, решит все проблемы, чтобы стать криптовалютой, за которую можно будет купить себе завтрак, оплатить учебу, проезд метро и при этом не беспокоиться о курсе. Сама эта идея владеет разумами тех, кто видит в криптовалюте не спекулятивную, а фундаментальную мысль. А это приводит к вопросу, а не убьет ли действительно годный стейблкоин все то, ради чего сюда приходит большинство людей? А меня зовут Богатейший Ди. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, делитесь видео с друзьями и знакомыми. Просто на улице подходишь к мужику и показываешь ему видео. Пусть приобщается к нашей уже достаточно большой крипто-семье. До скорого! Субтитры сделал DimaTorzok